приветствую всех на своем канале меня зовут лилия хочу попробовать записать недельный влог не знаю насколько это у меня получится приглашаю вас пошлить со мной по вышивать со мной мне пришла долгожданная лупа лежит в коробке уже несколько дней я ее не разбираю потому что меня руки не доходили мне хотелось сделать это вместе с вами поэтому добро пожаловать новый недельный влог и так долго долгожданная посылочка пришла очень хорошо упакована я ее немножечко посмотрела потому что в отзывах у некоторых людей было написано что там есть сколы там не царапины мутное стекло мятины поэтому я посмотрела вроде бы как мне показалось ни царапин ни сколов ничего нету комплектацию комплектацию я взяла она на понтографе то есть она мобильная я взяла в комплектации и стационарное место и вот такой крепеж то есть в зависимости от того где я буду вышивать да где она мне будет нужна то есть возможно я буду использовать какой-то из этих вот вариантов крепления здесь она вот такой клёвый воздушной пленки вот она уже понтографу она уже прикоплена вообще понтограф и мне очень нравится у меня я обратила внимание что у меня в квартире все больше и больше появляется понтограф то есть меня получается у дочери в комнате у нее настольная лампа на понтографе и киевская и плюс на таком ну старше у нее тоже с понтографом у меня штатив вот сейчас которым я пользуюсь на понтографе и мастерской тоже на понтографе так слушайте а мне здесь даже больше нравится крепление чем у меня на на лампе и на ой как она все увеличивает мама дорогая вот и на штативе вот это вот место смотрите вот я здесь смотрю то есть получается здесь есть крепление потому что вот на лампе у меня ходит в этом месте свободно здесь видите есть крепление очень классно слушайте здесь есть usb провод для подключения для того чтобы здесь свет был мне очень нравится сейчас я все это соберу и покажу вам итак я смотрите собрала глупо все-таки мутность есть хотя ее видно под определенным углом то есть вот если вот так вот сверху я смотрю я вижу какие-то там ну мутные разводы небольшие но при этом когда я смотрю на вышивку они абсолютно не мешают то есть как бы лупо отлично увеличивает отлично подсвечивать насколько я понимаю вот это наверное то ли подсветка то ли что почему то есть несколько кнопок я пока не разобралась то есть уменьшение может быть увеличение подсветки мне очень нравится сейчас попробую повышевать я вам наверное покажу так пока решила ее ставить не на кронштейн не такой крепеж я забыла как он называется правильно крепеж тип струбцина до струбцина вот то есть не на струбцина пока пока на подошве поставлю для мобильности чтобы мне понять в каком положении лупа будет более удобно но я уже сейчас вижу что то что я несколько крестиков сделала просто шикарно теперь надо найти удобное положение возможно с лупой я смогу вышивать даже на 18 на 18 каунте у меня есть две вышивки которые в процессе сейчас на 18 каунте и я уже думаю что я их наверное дошивать не буду а теперь у меня появился шанс так что я очень радостная что у меня появилась такая вещь как лупа всех приветствую еще раз сегодня уже 27 мая неделю хотела я попробовать все таки недельный влог сделать не получилось был заказ срочный надо было шить и в итоге вышивала я вечером перед сном но вышивала очень усердно включение не делала и вот если смотреть статистику по 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 дням за эту неделю у меня вышла ну где-то в районе 300 крестиков в день у меня получалось вышилась у меня достаточно много по моим меркам нынешним да то есть я закончила плечо девушки рук мужчины закончила и начала вот эту вот часть вышивать и теперь у меня вопрос либо очень удобно вот этот вот край до 10 мало канвы нашивать я не хочу дополнительную сюда ткань для того чтобы вот эту часть сместить сюда чтоб не было удобнее вышивать поэтому я сейчас вот если посмотреть по саги так вот если посмотреть по саги то получается что вот эту часть вышивать принципе у меня помещается и по платье девушки у меня помещается но я решила я решила так как ну не очень удобно я решила закончить на закончу наверное вот эту часть то есть сделаю третий угол два верхних угла у меня уже готовы я наверное сделаю сейчас вот этот вот угол не сейчас в ближайшие дни буду вышивать вот этот угол потом платье девушки уже перейду да здесь тоже такие цветовые пятна достаточно логически и останется уже самое-самое легкое да то есть это вот прям ну совсем легко от не остается которая вот вышивается практически тут не задумываясь на какие-то там переходы и прочее вот поэтому наверное сейчас я буду менять менять переставлять пяльцы вот то есть вот таким вот образом не должно получиться пока буду так делать и по поводу лупы лупы да огромная ей благодарность действительно она очень помогает она мне ускорила процесс если за раньше за вечер у меня выходило порядка ста ста пятидесяти крестиков не за вечер а перед сном то что я садился потому что я рассказываю что после работы я шью вот заказы и оставшееся время перед сном я выделяю себе у сейчас стараюсь выделять себе на вышивку то есть даже если я видео не снимаю применение то есть как бы вот настраивать камеру да то есть и тем более вышивки у меня не так много я вышиваю берет у меня сейчас если до этого у меня выходило сто сто пятьдесят крестика в день сейчас у меня с лупы выходят триста крестика в день но опять-таки это не такие вот глобальные продвижения у меня нет каких-то ротаций чтобы вам показывать и как-то разнообразить видео поэтому пока вот таким образом но меня радует то что я вышиваю меня это очень радует и сам процесс что все-таки вышивка у меня стала двигаться и я стала задумываться над тем что я буду вышивать дальше как я буду возможно какую-то ротацию я буду вводить то есть возможно я буду ну как бы для себя придумывать какие-то интересные ну что-то типа челленджи для того чтобы как это сказать стимулировать себя к вышивке и вот то что я вам говорю да у меня получается что сейчас пяльцы буду ставить вот этот край у меня достаточно небольшой и вот здесь вот не очень удобно вышивать с этой стороны поэтому я хочу то есть неудобную часть вышить это вот как знаете с вкусняшками на когда мы сидим за столом и у нас есть там выбор какой-то блюд стараешься сначала съесть что-то такое ну что не так вкусно не так того любим и самое вкусное самое сладкое оставить на потом вот поэтому сейчас я стараюсь сделать вот эту часть которой мне не удобно вышивать и постараюсь в ближайшие дни хорошо продвинуть для того чтобы потом уже мне более пяльца здесь были более эргономичным не для вышивки организацию я еще не меняла но уже понимаю прошу прощения но уже понимаю что с учетом того что у меня здесь теперь есть и лупа и я уже так более-менее расстояние лупа вышивка я для себя уже при определила чтобы не это было полегче но мне не очень удобно но я держу одной рукой пяльца другой рукой я держу иголочку здесь у меня лупа лупа на штативе все отлично но есть проблема другая лупа для того чтобы мне хорошо было видно расстояние между лупой и вышивкой достаточно небольшое то есть вот если дальше я отвожу вышивку от лупы то это сильное увеличение происходит я просто не хочу сейчас глазам давать вот такой как бы это сказать вот ну именно такое увеличение как это дает луп на таком расстоянии поэтому сейчас у меня есть держатель для пялец но как бы это правильно сказать пока я не знаю то есть насколько с ним не будет удобно на столе вышивать то что на нем я вышивала на этом держателе когда сидела в кесле поэтому сейчас буду думать пока вот эту вышивку вышиваю я буду думать как мне дальше производить свои манипуляции с вышивкой да как организовать процесс конечно можно было бы здесь все сделала стационарно потому что это рабочее место находится в спальне и здесь как раз я и вышиваю перед сном но у меня здесь находится рабочий компьютер и к этому рабочему компьютеру подключается плоттер вот для работы с термо-трансфером то что я делаю логотипы на мешочке вот и у меня получается что я периодически когда мне необходимо делать логотипы я сюда здесь все убираю на столе сюда ставлю плоттер и здесь уже на плоттере режу поэтому не очень удобно а на верхней полке не знаем подумаю если смогу организовать на верхней полке плоттер то возможно здесь уже сделаю такую организацию рабочего места ну скажем так прям вот именно вышивальное по рабочего места так что все здесь было стационарно и чтобы я могла то есть сесть и вышивать поэтому пока мне пока меня радует вообще сама возможность вышивки что я могу вышивать что у меня какие-то продвижения более сносные да стали появляться то есть мы с вами встретились там я активно более-менее на майские праздники чуть-чуть начала вышивать потом у меня были выходные хорошие вышивальные вот эту неделю я перед сном тут уже стала вышивать и то есть продвижение вышивки оно такое ну я не скажу что прям вот вау эффект у меня какой-то но уже по крайней мере то есть мы вот вот эту вот часть вот эту да вот эта часть она вышилась и поэтому я так понимаю что чем лучше будет организовано мое рабочее место тем в принципе быстрее у меня пойдет вышивка то есть меня сейчас как раз этот вопрос и волнует да организации рабочего места именно потому что я понимаю что от этого будет зависеть то насколько быстро я смогу вышивать потому что у меня есть вышивки которые у меня уже давно начаты там такие многолетки я бы сказала да и которые я знаю точно что я могу прям закончить у меня есть вышивка это петуха dimensions который вышивал подбором там осталось сделать только бы буквально чуть-чуть если вот сейчас посмотреть например по саге давайте посмотрим телефон ну вот у меня телефон старенький на котором установлена сага это немножечко скажем так затрудняет тоже с ней работу но вполне нормально то есть вот если взять например то что у меня прям быстро 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 может закончиться это вот такой петух от dimensions вышиваю вышивала я его подбором нитки подбирала на глаз и вот если посмотреть он у меня весь вышит все крестики полу крестики меня на нем закончены у меня остался только бэкстич сейчас нет сейчас мы наверное не увидим как это все выглядит я честно скажу я в саге полный лузер я не понимаю как бы не все функции знаю и я здесь не обновляла поэтому ну вот наверное так пусть будет ладно ну то есть мне осталось вышить только бэкстич на этом петухе поэтому он у меня вот как бы ближайшие планы возможно я его потихонечку потихонечку буду включать в ротацию для того чтобы хотя бы две одну две ниточки бэкстича на нем отшивать и есть у меня еще вот такая вот вышивка ну про нее это тоже можно сказать Dimensions но это уже не подбор это сейчас это набор от белоснежки который повторяет схему Dimensions один в один и я стала вышивать и хотя набор белоснежки подразумевает что вся вышивка вышивается крестиком в две нитки я стала вышивать по схеме то есть по тому варианту который предлагает Dimensions эти нитки используют там полукресты там в три в четыре в пять сложений это дает хороший объем и скорее всего я и эту вышивку включу ротацию то есть вот сейчас моя задача организовать свое рабочее место таким образом чтобы вот эти три вышивки я могла ну каким-то образом здесь менять для того чтобы продвигать эти вышивки то есть задача сейчас по возможности закончить эти три работы не скажу что это будет ближайшая прям пятилетка то есть возможно по возможности я буду стараться все это ускорять но на данный момент я настолько счастлива что я могу вышивать и просто это неописуемый восторг от ниточек от иголочек то есть все вот даже у меня здесь как таковой организации нету но меня это прям радует то что я могу вот взять взять вот палетку с ниточками отмотать отмерить то есть сами вот эти тактильные ощущения от от ниточек от вышивки то есть вот этот скрип ниточки когда ты ее протягиваешь через канву то есть все это реально ну вызывает какие-то ну такие внутренние душевные очень приятные ощущения и для меня это реально радость и вот для тех кто возможно не совсем меня понимает да хочу сказать ну как бы дай бог чтобы у вас было здоровье да то есть чтобы ваши глазки позволяли вам долгое время вышивать в комфорте чтобы ваша спина вам позволяла очень долго вышивать да опять таки в комфортных удобных условиях с возрастом очень многие вещи начинаешь немножко по-другому оценивать если раньше ты к своему здоровью относился к самому собой разумеющемуся то со временем ну надо его беречь холить лелеять и искать какие-то уже другие возможности вот я вам сейчас рассказала каким образом я буду продолжать эту вышивку у меня чистое поле остается и я продолжаю вышивать до следующего включения приветствую всех очередное включение сегодня у нас 30 мая хочу показать видите здесь уже сильно запялено да убрала я вот этот вот моток вышитый канвы и мне осталось как я и говорила логическое цветовое пятно вышить сделать третий угол два верхних угла у меня на вышивке уже готово осталось сделать левый правый вернее правый нижний третий угол у меня будет готов это вот буквально ну где-то по эту полосочку будет выходить то есть здесь чуть больше наверно 1200 крестиков где-то да больше тысячи крестиков с моими продвижениями как я сейчас вышиваю это ну я не думаю что это два дня это ну три максимум четыре дня потихоньку вышивать вот таким образом вышивка у меня продвигается мне очень нравится я довольна с собой тем что я начала вышивать тем что я могу продвигать вышивку это что касается вышивки что касается покупок вчера 29 мая понедельник у меня начался отпуск трехнедельный и мы с сестрой решили отметить мой отпуск в магазине леонардо давно мы там с ней вместе не ходили обычно мы с дочерью у леонардо тусуемся были кстати у нас в тольятти леонардо ассортимент очень скуднел очень как бы расстраивает то что нам очень нравится ходить по леонардо щупать смотреть то есть вот эти впечатления одно дело когда ты заказываешь что-то онлайн и совершенно другое дело когда ты в оффлайн магазине можешь позволить себе полазить пощупать то есть вот так вот повнимательнее просматривать что-то выбираешь что-то покупаешь вот у нас в тольятти сейчас ассортимент очень скуднел но видимо не таким большим спросом пользуются сейчас товары для творчества да и вообще люди перешли на онлайн площадке вот поэтому это немножечко расстраивает были мы в феврале месяце ездили в ульяновск с лизой с дочерью и мы заходили в леонардо в ульяновске нам там понравилось гораздо больше там каких-то стеклянных баночек разных форм понабрали в общем набрали мы там прилично и сумма вышла не очень большая цены были почему-то на тот момент ну как бы вполне адекватные не знаю возможно что-то изменилось или нет за эти пару месяцев но в ульяновском леонардо мы прям знатно полазили пряжу лиза себе купила стеклянных баночек мы разных себе понабрали вот поэтому конечно там вот если мы в ближайшие дни как бы планируем если поехать в это в ульяновск то возможно и зайдем еще раз туда в тот магазин потому что впечатление хочется набраться приятных творческих впечатлений вот но в этот раз покупки были не сильно большие это иголки универсальные орган для швейных бытовых машин они всегда нужны шью я как вы знаете много так как у меня сейчас такой мини швейный бизнес вот шью я много иголки так как я шью у меня там вставлены булавочки да в ткань и иногда бывает что иголка попадает в булавку иголка может затупиться может сломаться может погнуться поэтому иголки у меня нужны всегда универсальные сейчас я конечно цена на них кстати очень хорошая в леонардо сейчас но я потом уже подумала надо было мне разных иголок набрать это универсальные надо было мне все-таки взять джинс потому что плотные ткани тоже я шью и надо было взять на пробу суперстрейч потому что я хочу попробовать начать шить трикотаж и как бытовую машинку настроить под трикотаж ну вот хотелось бы хотя бы чтобы иголка была специализированная чтобы мне было это все-таки полегче потому что знаю что на бытовой машинке трикотаж шить гораздо сложнее чем в обычной хлопковой ткани вот поэтому иголочки универсальные для швейной машины мел портновский восковой взяла восковой мел пользуюсь я обычно вот таким простым мелом это не восковой это прям совершенно обычный мел который вот прям такой чем он мне нравится он на цветных тканях он не оставляет следа он просто высыпается то есть но это это хорошо потому что не надо да там что-то отстирывать застирывать но при длительном шитье когда что-то шьешь не за один раз а предполагается что ты сегодня там одно сделаешь завтра другое да то есть когда это происходит на протяжении какого-то времени вот этот мел сильно осыпается и вся разметка уходит мне без разметки изделия именно одежные какие-то вещи без разметки мне шить гораздо сложнее если там например свои мешочки я шью я уже все настройки да все знаю какие у меня там отступы и прочее там не разметка абсолютно не нужна то при пошиве каких-то изделий одежного типа разметка мне нужна и вот этот мел он ну сильно осыпается вот я его оставлю ну для таких мест которые могут проявиться ну например на лицевой ткани да там где-то для накладных карманов там ну еще для чего-то не суть важно то есть я его естественным пользоваться буду потому что мне нравится этот мел не оставляет никаких следов он просто выбивается высыпается а вот этот вот мел он восковой и он такой знаете как вот ну восковые мелки я думаю многие знают что это такое и вот эти этот мел он такой более въедливый в ткань и он не так он не осыпается так быстро но он может оставить оставлять следы но на длительное использование то есть при длительном шитье это гораздо комфортнее и для внутренних швов это вполне себе нормально то есть если на лицевой ничего не делать то меня вполне устраивает вот эти вот мелки поэтому я взяла вот такой комплект для цветных тканей и для более темных тканей для более светлых тканей то есть два цвета мне думаю будет достаточно это у нас тоже сюда уходит в швейные принадлежности и что касается вышивки очень мне понравился хотя ассортимент в нашем леонардо опять таки скуден по сравнению с тем что было раньше конечно там были дименшинс были господи забыл как он называется тоже они скулер дизайн работают забыла название вот но смысл в том что было им очень много иностранных производителей вышивки но сейчас остались панны чудесная игла ариолиз ну то есть так вот радуга бисера и но у панны мне очень нравится разработки которые у них появляются у них появляет появилась там вышивка более в примитивном стиле да там сэмплеры стали появляться я думаю что чем больше они будут развиваться вот разные направления и при этом качество материала в принципе меня вполне устраивает у фирмы панна прошу прощения у фирмы панна это равномерка достаточно хорошего качества мне нравится линда от фирмы гамма да мы знаем что панна гамма это одна 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 организация вот ниточки гамма мне тоже вполне устраивают поэтому и им остается только развивать по сути вот ну скажем так схема дельство вот поэтому взяла вот таких два наборчика очень интересно мне понравилось такое сердечко вышитое словами да то есть все что подразумевает под собой какое-то вот семейное долгое счастье да на чем основывается да это да любовь радость верность преданность счастье вот и вот такой вот розовый сад здесь в основном он вышивается здесь крестиков по-моему если есть наверное немножечко здесь в основном вышивается бэком есть какие-то шовчиковые и есть бисер вот так наверное лучше будет видно и здесь есть бисер комплектация обычная это равномерка линда гамовская ниточки и здесь еще есть и бисер у моих родителей в этом году 45 лет совместной жизни и мне бы вот хотелось сделать им такие приятности я надеюсь что до декабря месяца я в принципе успею это сделать работы не очень большие если вот это я понимаю что еще мне будет полегче да здесь шов назад иголку и просто слова я понимаю что здесь я еще мне будет полегче но вот здесь вот с шовчиками и вот если посмотреть да то есть вот у фонтанчика такие вот не знаю посмотрим протяжки здесь будет делать сложнее потому что все таки линда может просвечивать но будем смотреть как это все будет получаться очень хочу своим родителям сделать вот такой вот подарок на 45-летие совместной жизни и по поводу опять таки комплектации вообще по поводу фирмы гамма мне бы очень уже хотелось чтобы они свою линду красили в разные цвета мне очень нравится линда я вышиваю на линде у меня есть большой там рукодельный магазин вышитые на линде сейчас я собираюсь в старый набор вот санс это который подразумевался на печатной ткани на ткани с напечатанным рисунком вышиваться я делаю перенабор и хочу вышить его опять таки на линде мне она нравится и она не кипельно-белая она от партии в партии может чуть-чуть отличаться даже вот здесь два набора вот эта линда чуть бледнее вот эта линда чуть более такая ну слегка подстарина скажем как будто бы ей года на два старшего чем вот это и я просто хочу сказать я обратила внимание и в самом магазине что линда видимо от партии к партии имеет небольшой оттенок то есть чуть более винтажный чуть более белый новья но вот не хватает все-таки наверное вот это разноцветное если бы была бы цветная линда у фирмы гамма то я думаю люди бы просто вот плюс метали ее с полок потому что ткань действительно в принципе позволяет вышивать на равномерке хорошего каунта двадцать седьмой каунт вот это практически четырнадцатая канва да если мы говорим например для меня как человека уже со зрением не сильно дружище вот для меня линда прям в этом плане мне вполне устраивает не хватает немножечко расцветок и так как мне не хватает немножечко расцветок для другого моего вышивального проекта мне нужна была равномерка вот именно такого небесно-голубого цвета я взяла также леонардо этот свайгард это мурана 32-го каунта там в той авторской схеме вам отсвечивает немножечко но она вот на экране кажется такая более ярко-голубая но у нее все-таки более такой небесный оттенок называется он просто голубой да просто голубой здесь отрез 50 на 70 столько мне конечно для вышивки авторской схемы мне столько не надо но в хозяйстве вышивальщицы равномерка не мешает вот а очень даже как бы греет душу поэтому взяла я это за 350 на 70 вот такого небесно-голубого цвета осталось мне докупить ниточки dmc для вот одной авторской схемы которая у меня лежит очень давно ждет своего часа очень хочу я ее вышить поэтому так как я долгое время не вышивала я даже не докупала материалы просто потому что ну зачем покупать материалы если ты не вышиваешь у меня запасов ну не так много как у других девочек вышивальных запасов но при этом я понимаю что даже те начатые работы которые у меня вышивальные они есть это длительный период времени и я поэтому сейчас по мере необходимости докупаю материалы вот сюда осталось докупить ниточки dmc цена конечно не вот тебе то есть если кусок линды от гаммы стоит там 250 рублей 50 на 50 сантиметров то вот этот вот 50 на 70 отрез мурана мне обошелся там в 1200 наверное 1100 что-то такое там еще был белфаст как я хотела белфаст я прям изнывала наверное весь магазин слышал как я там сокрушалась по поводу того что белфаст голубой мрамор то есть он тоже такого же небесно-голубого оттенка но с небольшими мраморными разводами не не чистый мрамор да вот когда такие темные светлые а там вот настолько лег легкие разводы вот эти белесые они прям подразумевают собой облака то есть для бейзажа для каких-то да для авторских схем это было конечно просто чудо чудесное я бы хотела его взять но цена уже прямо кусалась вот поэтому не стала я я его конечно пощупала поплакала над ним порыдала утерла слезы и купила я все-таки мурана вот мурана это у нас хлопок с вискозой то есть это смесовая ткань это не стопроцентный хлопок но для работ равномерка меня вполне устраивает вот такие покупочки у меня были когда это все будет вышиваться ну конечно большой вопрос но стараемся потихоньку я посмотрела сейчас я для себя открывала на ютубе очень много вышивальщиц которые недавно пришли то есть я вот последний год полтора наверное так смотрела редко-редко вышивали на ютуб а тут пока вышиваю решила вот наверстать упущенное старое видео девочек на которых давно подписано стала смотреть да какие у кого были продвижения очень смешно вышло да а я рукодельница ну то есть я ее не смотрела там ну я не знаю года два предположим я не смотрела ее видео и тут начинается видео и начинается с тех же работ которые я видела у нее в последнем видео да предположим там это орел от анкор там еще какая-то работа я думаю ну сейчас она еще достанет меняем шляпку на кота и все это как будто бы этих двух лет и не было вот ну в основном понятно что она вышивала и другие вышивки за этот период времени ну просто вот такое вот легкое дежавю посмотрела видео кто что вышивал кто что как оформлял прикладную вышивку все очень интересно познакомилась с новыми вышивальщицами которые пришли на ютуб тоже очень интересные среди них есть девочки да поэтому сейчас вот я как как заново познаю этот мир ютубный это очень интересно и я в отпуске но шитье никто не отменял да то есть как бы бизнес есть бизнес вот это мое мое небольшое мое небольшое предприятие швейное требует тоже внимание к себе вот от отпуска я себе беру небольшие отпуска от швейных дел но в общем то как сказать не забрасываю это дело потому что бизнес такое дело что если когда ты работаешь на дядю у тебя есть какие-то да там скажем так есть возможность попудрить ему мозги немножечко стараюсь этим не пользоваться но пофилонить тоже вот ну как бы иногда время от времени вот себе позволяешь но когда это твой бизнес и от этого бизнеса зависит ну я не скажу что это мой доход зависит от этого бизнеса но клиентов терять не хочется девочки тоже приходят новые ко мне на мешочке вот сейчас опять новые клиенты появляются да то есть когда знаете так интересно получается первый заказ он очень такой небольшой прошу прощения пришлось прерваться у нас здесь техника грузовая под окнами ездила было достаточно шумно я побоялась что видео это будет ну как бы существенно слышно мне необходимо сейчас так как у меня ленточки заканчиваются я вам показывала что я заготовки делаю заранее вот я для себя определила что вот мне надо вот таких лент вот еще нарезать репсовые атласные черные на потом сейчас светлые черные немножко красят руки когда с ними работаешь поэтому их сначала светлые ленты нарежу потом буду темные ленты резать и вот пока я режу ленты хочу как раз с вами вот и пообщаться так пришла девушка мята которая очень любит ленточки и она сейчас вот сейчас она немножечко это прошу прощения но она здесь вот сейчас все пошла нашла что-то более интересное про мяту я сейчас я помню о чем я хотела вам рассказать вот вы сейчас опять в кадре увидели мяту девушку мы взяли из приюта восьмимесячном возрасте она вот летом будет в конце июля будет ровно два года как она у нас живет и вы знаете первый год кошка была ну не то чтобы не ласковая но такая себе на уме видимо очень долго она привыкала к тому что она живет в семье да ну скорее всего что ее любят холят лелеет и ну в общем то первый год это был ну не было вот таких вот каких-то сильно больших таких ласк или еще чего-то но вот постепенно постепенно она сейчас чувствует себя хозяйкой потому что очень многое мы позволяем ей вот поэтому мы ее стараемся не прогонять мы ее стараемся не ругать но она вот у нас такая вот своеобразная но мы рады за кошку живет она в очень хороших условиях поэтому такая вот мятушка периодически будет появляться в кадре возможно единственное что ей не разрешают оживать ленты и нитки иголки с ниточками мы прячем потому что очень много ситуаций когда кошки вот играя с ниточкой а если там есть иголочка может ее проглотить ну и сами понимаете последствия да очень тяжелые могут быть поэтому иголки с нитками прячутся вот если она просто заживет ниточку это не так страшно но тоже и может иметь свои последствия поэтому приходится держать дома порядок ну и она у нас кругляковый маньяк я думаю многие знают что это такое это когда предположим есть вот сейчас я вам покажу вот есть вот такие маленькие кругляшки я обычно вот такими скотчами пользуюсь да это вошетейп бумажные скотчи они мне в работе иногда необходимы и плюс я когда этикеточку приклеиваю на упаковку с отправкой со своей вот я пользуюсь вот такими разноцветными скотчами ну естественно шпульки для машинок то есть вот такие маленькие кругленькие вещи оставлять на поверхностях нельзя потому что все они оказываются в ее укромных местах а ее укромные места можно выявить только делая генеральную уборку был у нас такое перед новым годом нашли мы ее заначку кругляковую ну это было очень интересно вот вот про кошку это все сейчас ненадолго отключусь для вас это будет доли секунды да сделаю себе чай потому что горло что-то пересыхает и продолжим с вами все закрыло окно вот поэтому и девочки начинают сомневаться там размер подойдет а вот ну то есть а как это а как то и естественно терпеливо все объясняешь и понимаешь сомнения людей что человек как бы занимается любимым делом да там те же свечки предположим человеку же это нравится там он же это делает от души но не хочется ему нарваться там на мошенников ему хочется чтобы упаковка подходила там идеально то есть все это я и все эти сомнения человеческие понимаю и я как бы на это реагирую достаточно спокойно потому что я их понимаю я бы сама не хотела например нарваться там на на кого-то кто меня бы обманул вот поэтому сначала они начинают там делать какие-то заказики небольшие мне там три мешочка таких 10 таких там ну по чуть-чуть по чуть-чуть да потом когда они получают заказ им очень нравится я честно скажу я не скажу что я великая швея но я стараюсь по возможности всегда делать очень хорошо да то есть как бы вот ну стараюсь честно говорю что делаю я это от души и я от души всем желаю кто мне заказывает мешочки процветания вот от их процветания зависит и мое процветание такая я вот меркантильная и поэтому и потом уже следующий заказ мне 50 таких 50 таких 50 таких и вот и я уже понимаю что у меня например вот сейчас опять девочка пришла с первым заказом до этого была девочка с первым заказом вот пока понятно что вот сейчас они и потом вот начнется поэтому стараюсь делать заранее вот нарезать ленты заранее нарезать ткани заранее что-то заранее шить ассортимент ну я считаю уже у нас достаточно хороший ассортимент получился сейчас по поводу магазина вот сейчас в отпуске хочу немножечко группу вконтакте сделать сносной хотя бы не умею я красиво фотографировать красиво все как положено оформлять вот сейчас но денег например для создания всего вот этого ну те суммы которые например запрашивает там порядка десяти тысяч да для создания логотипа баннера там карточек прочего ну для меня это пока сумма великовато ну для вот как бы для моего бизнеса вот это ну честно скажу двенадцать тысяч за логотип пока не готовы я к таким деньгам поэтому еще группы групп вконтакте очень много девочки которые занимаются разработкой логотипов они какие-то там бесплатные варианты предлагают более такие скажем так бюджетные но уже готовые вот и не совсем чтобы прям ну интересные вот сейчас я нашла возможно там в ближайшее время я постараюсь развить эту группу вконтакте но надо мешочки нафотографировать да то есть чтобы было понимание что вот ткани такие размеры такие вот и варианты к ним оформления потому что оформляю я мешочки тоже могу оформить то что у меня есть стандартные ленты я уже говорила расцветки лент но есть еще и дополнительные какие-то цвета для определенных каких-то вещей скажем так плюс я могу делать логотипы из термо трансфера переносить их на мешочки эти логотипы в основном девочки пользуются штампами то есть изготавливают штамп и наносят логотип таким вот образом ну вот есть возможность еще из термо трансферной пленки сделать логотип нанести на мешочек это такое тоже получается классно и соответственно от цвета логотипа может зависеть и цвет ленты тоже в предыдущем в предыдущем в каком-то видео а нет в шортсах да у меня там один из шортсов девушка есть она второй раз уже мне заказывает мешочки на которых розовые меховые сердечки вот ей вот так вот нравится поэтому тоже какие-то варианты я рассматриваю там дополнительные да то есть ну помимо того что скажем так ну стандартных ну какие-то дополнительные украшательства тоже могу сделать вот ну наверное пока все и так я затянула вот эту часть влога постараюсь в следующий раз я не знаю если вам интересно вот такие вот включение из швейной мастерской вы напишите пожалуйста в комментариях интересно вам или нет если не интересно то значит я буду либо это в отдельное видео выводить да чтобы не смешивать но для меня вышивка и шитье это вот ну то что я делаю вот сейчас на данный момент постоянно и для меня это ну как бы то что мне интересно и мне бы хотелось вас знакомить немножко с небольшим таким вот закулисьем швейным помимо вышивки потому что вышивки не так быстро продвигаются и как получается что вот я там ну 300 крестиков вышел я же не могу вам каждый день по 300 крестиков показывать да на одной работе это будет очень скучное видео поэтому вот такие швейные из швейной мастерской вставочки в видео мне самой хочется делать потому что вот в этот момент я могу с вами поговорить я могу вам что-то показать интересное может быть вот потому что я говорю идея есть расширять ассортимент то есть помимо упаковки еще что-то там возможно интерьерное шить может быть у вас какие-то идеи будут появляться подсказывайте мне будет очень интересно потому что мне хочется развиваться в этом мне хочется изучать что-то новое опять таки вот сейчас я не скажу что я великая швея но я какие-то стал одежные вещи потихонечку шить для себя и для дочери но это там минимально конечно это тоже требует времени требует развития да потому что выкройка не всегда садится на тебя так как надо поэтому это тоже труд это тоже очень интересная творческая работа когда ты начинаешь выкройку под себя под свою фигуру подгонять вот интерьерные вещи мне хочется какие-то шить поэтому если есть какие-то идеи если есть какие-то замечания вы подсказываете пишите в комментариях это поможет продвигать мои видео я этого не стесняюсь я хочу чтобы мои видео смотрел как можно больше людей опять таки монетизации на моем канале нету и даже с учетом того что у нас отключена монетизация для русско русскоязычного можно так сказать для территории России и Беларуси если не ошибаюсь возможно тоже монетизация отключена вот искать какие-то пути для подключения монетизации там регистрироваться в Нидерландах или еще где-то я не собираюсь нет монетизации и ладно моя задача познакомить вас с собой со своим рукоделием тем чем я занимаюсь услышать от вас обратную связь мне бы это тоже было интересно поэтому пишите комментарии с удовольствием их почитаю какие-то вопросы если будут возникать вопросы отвечу и вот давайте до новых включений опять я разговариваю до новых включений маленькое включение хочу показать вам как работает моя любимка вот все скорость ставлю я небольшое чтобы у меня устраивает такая скорость небольшая можно конечно чуть побольше я раньше чуть побольше я раньше чуть побольше делала скорость но в принципе вот так она работает звук меня устраивает скорость закрепки тоже можно регулировать на этой машинке ну пока я вот сделала такие настройки и в принципе это вполне достаточно вполне достаточно чтобы шить мешочки так последнее включение в этом влоге как я и планировала я не ожидала конечно сама от себя что за несколько дней вот закончу вот эту часть это у меня третий угол в работе работа теперь у меня выглядит вот таким вот образом пяльцы буду переставлять вот сюда это будет самый такой вот это вот часть платья девушки это будет такая самая аляпистая часть работы вот яркая там будут все цвета присутствовать красные зеленые синие оттенки в общем перейду сюда на данный момент посаги подсчет посаги говорит нам о том что у меня закончено две трети работы 65 процентов ну то есть в принципе если в грубую прикидку две трети работы у меня закончена я очень довольна результатом влог кстати съемки влога может быть иногда забываю что-то снять но кусочки соберу смотрю может быть пойму что еще надо доснимать в какие моменты надо еще может быть добавить во влог из жизни и следующий влог я наверное сейчас секундочку покажу вам я начну вот эту работу я вам в одном исключении показывала покупки в леонардо то есть вот эту работу наверное начну и потихоньку у родителей юбилей свадьбы будет в декабре поэтому до декабря надо две вышивки сделать и я так подумал что я потихонечку ну то есть вот так по несколько слов там буду потихоньку потихонечку вот эту работу отшивать начну с нее и потом сад розовый сад вот таким вот образом но это уже будет в следующем влоге там уже с первого числа начну сегодня у нас 31 мая я молодец сегодня вышивать больше не буду сегодня мне надо доделать заказ и подготовить его упаковать на отправку и поэтому все я прям довольно неимоверно хотя это не оконченная работа то есть можно было бы подумать что вот если бы я закончила всю работу тогда можно было радоваться но меня очень радуют вот такие продвижения давно я не вышивала и теперь весьма я просто наслаждаюсь вышивкой наслаждаюсь цветами нитками то есть всякими интересными штучками прощаюсь с вами до следующего влога если есть какие то у вас замечания по тому как я составляю свой влог может быть есть какие то вопросы пишите комментарии ставьте лайки это поможет продвижению моих видео а вам я хочу пожелать наслаждайтесь наслаждайтесь своей работой наслаждайтесь своими увлечениями и хобби пусть вам это приносит радость и мирного неба над головой всем пока 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 я